Документ заказа Это наша начальная точка отправления И оканчивая пунктом реализации Я немножко поподробнее расскажу, что мы будем делать И хочу озвучить один организационный момент То есть вы можете задавать вопросы устные, письменные по электронной почте В этом случае мы сможем более подробно ответить на ваши вопросы Так как по электронной почте и письменно мы сможем больше времени уделить вашему вопросу Начнем мы со справочной информации Это в основном стартовые настройки Поскольку, как все программы 1С Они достаточно критичны к тому, как первоначально заполнены программы и справочники 1С в этом смысле не исключение И сразу хотелось бы остановить ваше внимание на таком моменте Для того, чтобы программа при дальнейшем использовании Могла полностью оправдать ваши ожидания И нормально функционально работать Необходимо все-таки полноценное внедрение Поскольку требуется подстроить, так сказать, административными мерами Ваши бизнес-процессы под возможности программы И это чаще всего требует именно изменения Некоторых уже привычных сложившихся моментов То есть реорганизация, например, структуры складов Справочников, ответственных лиц и так далее Если внедрение отсутствует И пользователи начинают самостоятельно заполнять программу Это тоже, конечно, возможно Но в этом случае возникает очень много ошибок И попутно требуется гораздо больше времени для освоения разделов Поскольку очень много и тонкостей при заполнении справочников И есть абсолютно новаторские решения Которые не встречались в других программах И поэтому первые шаги лучше делать Уже на, так сказать, теоретически подготовленной базе Мы с вами сегодня посмотрим Заполнение справочной информации То есть стартовые настройки Которые необходимо сделать до начала программы Посмотрим несколько решений Которые не встречаются ни в одной другой конфигурации Это, например, включение и выключение функциональных разделов В данной конфигурации Примером такого включения и выключения функции Является возможность учета в разрезе подразделений В разрезе подразделений, особо обособленных подразделений Которые выделены на отдельный баланс Введение учета в нескольких валютах Оформление, оказание услуг по переработке довальческого сырья Ну и некоторые другие Затем мы с вами пройдемся по функционалу Работы с торговыми представителями В предыдущих версиях такого тоже не встречалось Работа с коммерческими предложениями клиентов Дальше мы с вами займемся розничной торговли Оптовая торговля, комиссионная торговля То есть все виды торговли, которые практически широко распространены И наиболее часто встречаются И практически, так сказать, шаги мы начнем с создания заказа клиента Выставление счета на оплату И дальнейшая цепочка То есть от заказа покупателя До реализации отгрузки ему уже готового заказа Немножко мы затронем склад внутреннего товародвижения То есть перемещение между складами И посмотрим управление доставкой То есть этот раздел важен в том случае Если у вас есть либо свои транспортные средства Либо партнеры, которые вам оказывают транспортные услуги Очень бегло пройдем по документам и отчетам Которые позволяют контролировать и отслеживать состояние заказа И задание на перевозку И заключительный документ – это реализация Посмотрим, какие печатные формы Какие функции есть в этом разделе И в заключение посмотрим отчеты Индивидуальные настройки отчетов Их сохранение и дальнейшее использование в программе Сразу хочется сказать, что система ERP Это не чисто бухгалтерская программа Как многие привыкли думать, что бухгалтерия всегда инициатор Поэтому все бухгалтерское Нет, система ERP позволяет вести полномасштабный учет Во всех разделах То есть и в отношениях с клиентами И полномасштабный метендайзинг И ведение договоров То есть достаточно большой спектр всего, что охватывает ERP Кроме этого, существует большое количество специализированных решений Которые расширяют возможности системы И, соответственно, позволяют работать и конструкторам Например, с загрузкой чертежей и так далее С учетом договоров То есть унифицируют и систематизируют Абсолютно не бухгалтерские аспекты И позволяют держать, так сказать, весь бизнес на контроле Система ERP Собственно говоря, очень тесно Может интегрировать с двумя конфигурациями Это управление холдингом в случае, если это Разветвленная сеть предприятий И один из документов оборот Сейчас мы с вами поговорим только про ERP На слайде вы видите основные возможности Которые ERP предоставляет пользователям И дальше мы с вами пройдем по первоначальным настройкам То есть это разделы НСИИ и администрирования НСИИ это нормативно-справочная информация И, соответственно, все, что с этим связано Начнем мы с вами, так сказать, определения условий задачи Раздел НСИИ и администрирования Это то, что задает базовые показатели работы в программе Строение этого раздела Может быть, немножко непоследовательно Но на самом деле первоначально с чего начинается Это раздел НСИИ Значит, мы примем уже как условие задачи Что основные справочники, то есть номенклатура, классификаторы и так далее Уже заполнены То есть перенесены данные Заполнены основные параметры И в нашу задачу в этом случае будет входить заполнение уже не всего этого богатства А только отдельных разделов То есть основное то, что необходимо заполнить Это организация, структура предприятия То есть подразделения, обособленные подразделения То есть все, что входит в структуру Склады и магазины Поскольку там тоже достаточно много настроек Которые задают дальнейшее использование То есть розничный склад или оптовый склад Или склад хранения Ну и, соответственно, магазины Банковские счета обычно загружаются при загрузке выписки Но, тем не менее, если этого не делалось То это можно делать и вручную Кассы предприятия То есть использование одной, например, главной кассы Или использование нескольких касс И возможность работы с кассовой техникой И есть еще одно достаточно новое направление Это направление видов деятельности То есть можно вести раздельный учет После того, как заполнен раздел НСИ Вот в этом столбике Мы должны перейти к следующему столбику И здесь уже выборочно То есть здесь, так сказать, немножко более тонкая настройка Здесь задаются параметры блоков Хочу сразу оговориться Что в каждом разделе Который у нас на желтом поле находится Это интерфейс такси Можно при первоначальных настройках Использовать другой интерфейс Но мы с вами к этому вернемся чуть-чуть попозже Когда будем рассматривать настройки То есть кроме того, что здесь имеются настройки В каждом подразделе имеются еще и Более тонкие, если можно так выразиться Настройки и касающиеся именно этого блока То есть тематически Начнем мы с вами с организации Я пройду здесь только поверхностно Чтобы показать, что это и где находится То есть в разделе НСИ и администрирования Подраздел организации Заполняются сведения про все организации Которые входят в ваш бизнес То есть в вашу компанию Хочу сразу сделать оговорку Что есть удобные сервисы Которые можно использовать дополнительно Для подписчиков ИТС-ПРОФ Это сервисы бесплатные Для подписчиков ИТС-Техно Эти сервисы, например, проверка контрагента Стоит порядка 5000 на год Возможность использовать 1С-проверка контрагентов Дает очень важный плюс То есть при заполнении какого-то контрагента Или юрлица Возможно использовать заполнение автоматическое По ИНН или по наименованию Значит, в этом случае Вот эти вот все поля заполняются Если мы берем, вставляем НДС То вот по этой стрелочке Будут заполнены все информационные данные Которые содержатся в сведениях налоговой инспекции Также и проверка контрагентов Распространяет свое действие на партнеров То есть на организации, с кем вы сотрудничаете Следующий этап – это структура предприятия Это очень важный этап, потому что Здесь много настроек, на которых в дальнейшем Держится и аналитика, и, соответственно, регламентированный учет И достаточно много тонкостей, например, при заполнении складов и их Так сказать, функций То есть, например, это розничный склад, оптовый склад и так далее Дальше я уже вам говорила В принципе, здесь настройки стандартные Революционного тут ничего не присутствует Все то же самое, что было у нас в предыдущих версиях В разделе сервис и так далее Тоже первоначальные настройки Значит, после того, как мы выполнили вот эти вот настройки Мы можем переходить к структуре предприятия И здесь есть возможность для работы с обособленными подразделениями Которые расположены в других регионах То есть здесь мы можем ввести регистрацию в налоговом органе И, соответственно, в этом случае будет вестись учет Уже в разделе именно разных налоговых инспекций И отчетности, которая туда должна быть представлена На этом слайде вы видите пример заполненной структуры предприятия То есть у нас есть разные направления Например, торговое подразделение Торговое направление Производственное направление И, соответственно, в этом случае будут разные настройки В этих подразделах, которые мы заполняем Из раздела НСИ и администрирования После того, как заполнен раздел НСИ Хочу обратить ваше внимание на пункт начальное заполнение То есть данные в программу, допустим, при полноценном нормальном внедрении Переносится из данных, которые имеются в ваших учетных программах В большинстве своем переносятся они аппаратно Есть помощники перехода с разных конфигураций Как вы видите, здесь и комплексная, и ОПП, и зарплата Кроме этого, есть еще вот такой подраздел Документы ввода начальных остатков Этот подраздел касается тех моментов, когда не существует каких-то отдельных документов И операции были введены, например, бухгалтерской операции В этом случае такие остатки можно внести вот через этот раздел Это, например, задолженность перед налоговыми органами Задолженность по кредитным обязательствам Ну, то есть остатки в кассах Здесь есть меню И, соответственно, вы выбираете тот пункт, который вас интересует И добавляете новую запись И, соответственно, вот исходя из того, что программа предлагает Вы можете здесь ввести свои данные В этом случае остатки, которые введены таким образом Будут корректно отражаться во всех отчетах В оборотно-сальдовых ведомостях Попадут во все регламентированные отчеты и так далее После того, как мы разобрались с начальными остатками Ввели то, что не удалось сделать с помощью Переноса Мы можем сделать еще один, так сказать, шаг То есть в программе ERP предусмотрена загрузка и выгрузка во внешние файлы При этом достаточно много данных, которые можно внести в справочники Но самый основной приятный момент это то, что здесь данные, которые можно не только из Excel импортировать и экспортировать, соответственно Но еще и Word, еще и другие данные После того, как мы разобрались с начальным заполнением Мы считаем, что у нас этот раздел уже в программе заполнен и функционирует И мы можем переходить, так сказать, к административным действиям В основном в предыдущих версиях, в предыдущих конфигурациях Этот раздел был вынесен через сервис И, соответственно, касается технических моментов работы с программой Пункт обслуживания Сюда вынесена регистрация пользователей И удаление помеченных объектов То есть в программе, так же, как и в предыдущих конфигурациях Предусмотрена возможность двухэтапного удаления То есть сначала документ помечается на удаление И после этого уже вот из этого раздела происходит непосредственное удаление Помеченных объектов Соответственно, если на объекты есть ссылки То программа удалить его не даст А выдаст предупреждение Компоновка именно административных шагов У нас происходит через НСИ и администрирование И может, естественно, выполняться по мере необходимости На этом слайде вы видите документ заказ клиента Я его немножко, так сказать, поставила вперед До того, как мы прошли все настройки, которые необходимо сделать Для того, чтобы проиллюстрировать Можно начинать работу с программой двумя способами Первый – это сначала вдумчиво и методично заполнить все справочники Потом начинать работу с документами Можно немножко по-другому То есть начинаем работу с документами И по ходу создания документа заполняем недостающие данные Это немножко сложнее, но экономит некоторое количество времени Но единственное, что для того, чтобы понимать, что нужно заполнить Нужно уже немножко ориентироваться в программе Поэтому обычно стандартное внедрение полноценное происходит в нескольких этапах То есть это сначала сбор информации и моделирование бизнес-процессов Потом, соответственно, настройка под ваши конкретные задачи и ваш конкретный бизнес После чего делается обучение пользователей Соответственно, по тем разделам, которые им будут необходимы в работе Например, для бухгалтеров – это регламентированный учет, зарплата, казначейство Для коммерции – это ЦРМ и мерчендайзинг Ну, то есть для каждого подразделения нужно делать свои настройки И обучение сотрудников уже тематическое И кроме этого, очень важно определить, кто будет заниматься настройкой программы Потому что чаще всего бывает, к сожалению, это опыт неудачных внедрений Когда вопрос ставится так То есть раньше бухгалтерия вела бухгалтерию, все документы Вот пусть она и настраивает ERP и ведет бизнес И ведет документацию Это в корне неправильно, потому что у бухгалтерии своя специфика И если на бухгалтерию, скажем так, благородно сваливают такую задачу То возникает очень сильный перегруз и плюс недостаток информации То есть, например, бухгалтерия может совершенно не иметь информации По поводу логистики, по поводу коммерческих предложений от ваших партнеров Скидок и так далее То есть это блок, который для других специалистов Поэтому, когда я говорила, что требуется первоначально настроить ваши бизнес-процессы Это значит определить не только маршруты документации и других информационных потоков Но и определить ответственных, кто будет работать с этим блоком Кто будет вводить информацию То есть, кому она поступает первоначально и куда дальше она отправляется Пока я вам это рассказывала Открылось окно по удалению помеченных объектов То здесь, в общем-то, ничего нового нет Высвечиваются все помеченные на удаление документы по разделам сгруппированные И, естественно, можно где-то снять пометку, где-то наоборот ее поставить Единственное, что лучше, конечно, такие операции производить после окончания рабочего дня Когда уже нет пользователей в системе Но немножко по другой причине То есть, в данной ситуации не всегда нужен монопольный режим Нужно просто, чтобы не сидели пользователи и программа быстрее работала Еще один интересный момент, так сказать, шпионская деятельность Это контроль за работой сотрудников Сосредоточен он в разделе отчеты обработки и отчет администратора То есть, здесь можно посмотреть детально, кто чем занимался из сотрудников Его производительность Что он менял То есть, носил какие-то корректировки в справочнике Создавал какие-то документы Или ничего не делал, как часто бывает Значит, первоначальный, так сказать, первый пункт, который чаще всего используется Это активность пользователя Но есть второй пункт, который немножко более интересен То есть, здесь мы можем именно проанализировать Можно выбрать группы пользователей Выбрать или одного человека Или другую группу То есть, соответственно, кто вам нужен И после этого выберем какого-нибудь одного, одну жертву После этого программа Сейчас сделаем вот так И сформировать После этого программа делает очень интересную выборку по его деятельности За период, который можно задавать вручную То есть, это не обязательно один день Это может быть какой-то период Там хоть весь период работы И после этого Выдается вот такая система отчетов Ну, поскольку у нас, к сожалению, я, видимо, выбрала пользователя По которым документов не проходит Но, тем не менее, значит, сколько он изменил Сколько он раз подключался за период Сколько часов работы было в программе Какие документы введены были или изменены Справочники Были ли допущены системные ошибки По которым было предупреждение И, соответственно, можно посмотреть Сколько у вас, кроме этого человека Работало еще сотрудников И после этого строится диаграмма Которая показывается В графическом, так сказать, формате Что человек делал Это очень наглядно показывает Ну, скажем так Отлынивающих людей И тех, кто, наоборот, перегружен То есть, можно оперативно Подкорректировать нагрузку людей Это немножко более удобно и наглядно Чем было, ну, например, в комплексной В ОПП То есть, в предыдущих редакциях В версиях Журнал пользователя Там было немножко это Менее комфортно И еще, что нам здесь важно Это Корректировка данных Почему она важна? Потому что сюда спрятали Всем известную и любимую Функцию поиска и удаления дублей Сама функция осталась такая же Как и в других конфигурациях Единственное, что она Вот теперь сюда спряталась И выведен еще отдельный Так сказать, отдельный сервис По поводу проверки учета То есть, здесь можно посмотреть Ссылочную целостность И другие параметры Еще один момент Быстренько пробегусь Если у вас конфигурация Не снята с поддержки То есть, не было в ней Внесено изменений То обновление Можно делать Из пользовательского режима Но, естественно Если программа Большая, сложная То лучше, чтобы это делали Все-таки IT-специалисты Есть оценка производительности То есть, можно посмотреть Насколько программа Производительная работает Но это нам К сожалению В рамках данного вебинара Недоступно Потому что информации много А времени, к сожалению Не так много Как хотелось бы После того, как мы Заполнили Обслуживание Можно Выполнить общие настройки То есть, здесь в основном Касается Контактной информации Реквизитов То есть, то, что выводится В регламентированную отчетность Например, в декларации И так далее Можно сделать Электронную подпись И, если необходимо Шифрование Ну, собственно Здесь больше Нет того, что связано С нашей задачей Сегодняшней Здесь же находятся Настройки пользователей И их прав То есть, это можно делать Из пользовательского режима И, соответственно Добавлять можно отсюда Есть еще один здесь Интересный пункт Это РМК и оборудование РМК – это рабочее место кассира То есть, здесь запускается Возможность использования Этой обработки Значит, создается в этом случае Отдельный интерфейс Для кассира И подключается оборудование То есть, какие-то Это, возможно Фискальный регистратор Сканеры Ну, то есть Кассовые аппараты И так далее После того, как мы заполнили С вами раздел НСИ Посмотрели раздел Администрирования Мы переходим К настройке НСИ и разделов Здесь я уже повторяю Говорила, повторюсь В каждом разделе Существуют свои Ну, так сказать Глобальные настройки Ну, прежде всего Предприятия То есть, организации Начиная от графика работы Предприятий Важная отметочка Если необходимо Вести учет по нескольким Организациям Если мы снимем То, соответственно Это будет учет По одной организации Раньше в бухгалтерии Например, это были Совершенно раздельные Конфигурации Здесь мы можем Отключить блок Аналитики Или добавить Здесь же ставится Флажок В случае Если у вас Есть обособленные Подразделения Которые Выведены На отдельный Баланс Ну, и Естественно Валюты Если необходимо Вести Многовалютный Учет Ну, здесь Такие же Настройки Как и В предыдущих Версиях И в других Конфигурациях То есть Задается Валюта Управленческого Учета И регламентированного Учета И после начала Ввода документов Вот эти вот Настройки Уже не меняются После этого Номенклатура Чаще всего При запуске Программы Перегружается Из других Предыдущих Конфигураций Или из файлов Ну, то есть Считаем, что Номенклатура У нас уже Создана И, соответственно Группировка Справочников Все уже настроено Бюджетирование И планирование Здесь В ERP Это Этот раздел Организован Гораздо Более Обширно И более Ну, скажем так Более сложно По сравнению Например С комплексной Автоматизацией Или с УПП ЦРМ И маркетинг Практически Собрал себя Преимущество Всех предыдущих Конфигураций Здесь он Очень комфортный Но нам К сожалению Сегодня на нем Остановиться Некогда Начнем мы с вами С меню продажи И посмотрим Что у нас здесь За настройки То есть видите Здесь идет Распределение По видам Торговли То есть Оптовые Розничные Вот раздел Про который я вам Говорила в начале Вебинара То есть Работа с торговыми Представителями И здесь же Запускаются Настройки При работе Издавальческого Сырья Есть еще Одна плюшечка Это мобильное Предложение Один из заказов В оптовой торговле Нам необходимо Задать Основные настройки То есть Возможность работы С заявками На возврат В этом случае Можно будет Отслеживать Когда подана Заявка Когда и кем Она была Обработана Каков результат И так далее Дальше Задаются Параметры Использования Счета То есть Если мы Ставим Вот здесь Отметочку Программа Ругается Что Нельзя После начала Работы Изменять Эти параметры Значит В случае Если Мы ставим Вот здесь Отметочку Заказ Как счет В этом случае Заказ Выполняет Роль Фактически Только для Создания Печатной Формы По нему Не создаются Резервы Значит Его исполнение Не контролируется Он просто Записывается В журнал И ему Присваивается В обычном Порядке Порядковый Номер И не более Если мы Ставим Отметочку Заказ Только со Склада То в этом Случае Мы имеем Возможность Продавать Только товар Который Имеется На складе По нему Не делается Резерв По нему Не создаются Заказы Поставщикам Но Исполнение Заказа Уже Контролируется То есть У него Могут быть Статусы Различные И Уже Соответственно Аналитика По прохождению Этого Заказа Заказ Со Склада И Подзаказ Обозначает Что По данному Заказу Мы делаем Заказ Поставщику На эти товары Товары Резервируются И Соответственно Отслеживаются Полностью От начала Создания Отслеживаются Этап оплаты И до Полной Реализации Здесь Следующие Настройки В принципе Они понятны И по Смыслу И кроме того Под каждым Окошечком С флажком Есть Небольшое Напоминание Что это Такое То есть Это В принципе Удобно Особенно Когда Первые Шаги И Люди Еще Растеряны И не Запомнили Где Что Находится Это Удобно Есть Флажок Запроса Коммерческих Предложений От Клиентов То есть В этом Случае Если Мы Включаем Этот Блок То есть Возможность С ним Работать Мы Можем Отправлять Своим Партнерам Заказы На Коммерческие Приложения Точнее Запросы Получать От них Коммерческие Предложения В разных Форматах И в Экселевском Там И в ПДФ Ну то есть В разных Форматах И Использовать Еще Один Интересный Сервис 1С Бизнес Сеть То есть Это Сервис Который Объединяет В себе Партнеров Которые Используют Программу 1С И выкладывают Туда Свои Предложения И Свои Запросы В этом Случае Программа Позволяет Найти Найти Партнеров С нужной Специализацией С нужным Товаром То есть Облегчает Работу Коммерческому Блоку Возможность Использовать Комиссионную Торговлю Точно так же Включается Флажком Если у нас Этот флажок Отсутствует То Отключается Аналитика Которая Связана С этим Блоком Если мы Его включили То соответственно Мы можем Использовать Комиссионную Продажу И создавать Документы Например Отчет Комиссионера И так далее Есть еще Интересный Флажочек Это Корректировка Реализации То есть В этом случае Если мы Включили Этот раздел То можно Делать Корректировку Уже Отгруженных Товаров Что очень Удобно Например Если идет Отгрузка На дальние Расстояния То есть Там Железнодорожные Например Доставки Когда Дата Отгрузки Не совпадают С датой С датой Поступления Ну Например Импорт Это Реализация Реализация Товаров С нескольких Складов То есть Например У вас Есть заказ Который Необходимо Собрать Со складов Которые Находятся В разных Точках Города Или там Региона В этом Случае Без Дополнительных Перемещений Товаров Можно Собирать Необходимый Заказ Запрет Отгрузки Это в смысле Если у вас Партнер Или контрагент Какой-то Например Недобросовестный Либо платит Не вовремя Либо еще Что-то То Можем Выставить И запрет Отгрузки И задать Условия Оплаты То есть Предоплата Или кредит Или еще Какие-то Варианты Согласование То есть Согласование Есть очень Во многих Документах Ну Самая Часто Встречающаяся Это Например Заявка На Расход Денежных Средств То есть Она имеет Несколько Статусов Создана Согласована И к оплате То есть Пока Не будет Выставлен Статус К оплате Поручение По этому По этой заявке И не будет Сделано И не будет Возможность Выгрузки Его В клиент Банк И соответственно В оплату Розничные Это розничные Продажи Ну соответственно Здесь Задаются Те же самые Заказы То есть Порядок Работы С заказами Дальше Возможность Подключения Кассового Оборудования Возможность Использования Сертификатов Подключение Разных Касс То есть Не обязательно Одинаковых Еще один момент Это архивация Чеков То есть Можно делать Архивацию Сохранять Все чеки Которые были В процессе Работы Созданы Учет Алкогольной Продукции Это если Вы работаете С ЭГАИС И так далее Электронные Чеки То есть То что Мы сейчас Должны Отправлять По каждой Оплате К варингам Или через Интернет И вот Теперь Мы добрались До блока Торговые Представители Значит Если мы Ставим Флажок Здесь То в этом Случае Этот блок Мы можем Использовать И Дальше Сдаются Параметры То есть Мы можем Делать задания Торговым Представителям Соответственно Вот в этом Случае Мы выбираем Используются Не используются Только для управления Торговыми Представителями Или Еще и Для планирования Детализация Задания Торговым Представителям По номенклатуре То есть Не только Там По объему Что он должен Перегнать Белгейцы Ну и Чем конкретно Должен перегнать Есть возможность Подключения Мобильных Приложений То есть Соответственно В этом Случае Мы можем Задать Параметры Приложения И Для кого Настраивается Компонент Обмена Данными С Компьютером То есть С основной Программы И Можно Зарегистрировать Список Мобильных Компьютеров Планшетов Ну то есть У кого Какой И сколько Существует И потом Вести учет И сохранность Проверять По этим данным И блок Работа Сдавальческим Сырьем Тоже Включается Возможность Работы С этим Блоком И здесь Уже Идут Настройки То же самое Выбирайте По Вашей Ситуации То есть Сколько Необходимо Сколько и чего Необходимо В этом случае Сделать Значит Если мы С вами Включили Изначально Настройку Работы По заказам То в этом Случае У нас Создается Цепочка Документов То есть Первым Создается Заказ От покупателя И от него Уже дальше Строится Цепочка На заказ Поставщику На этот товар На резервирование На Допустим Если это Для производственных Целей То соответственно На обеспечение Этапов И так далее Можно включить Использование Мобильного Приложения Один из Заказа В этом случае Мы Можем Работать С мобильными Устройствами Которые Точно так же Создаются По них Сводятся Полностью Что Мы знаем То есть Марка Кто Пользователи И так далее И Что у нас Здесь еще Осталось Такое Полезное Так сказать Это Возможность Работать С заказами Через Смартфон Или Планшет Значит Это то Что у нас Касалось Продаж По Закупкам Примерно Такие же Такой же Алгоритм То есть То же самое Мы заполняем Варианты Соглашений Договоров Хочу сделать Акцент На том Что в ЕРП Гораздо Больше Внимания Уделяется Именно договорам И их Условиям То есть К этому Нужно Относиться Очень серьезно И смотреть Что в вашем случае Должно Быть Использовано Флажок Заказа Поставщикам Мы ставим Отметочку Потому что Во-первых Это удобно Во-вторых Это Позволяет Контролировать Работу Снабжения И В-третьих Это дает Возможность Не заполнять Повторно Все Табличные Части Информацию Ну и соответственно Это все Подтягивается Из Информации Которая была В заказе Покупателя Есть Возможность Назначать Ответственных За конкретные Ну если можно Так сказать Участки То есть За логистику За оплату За Согласование Цен И так далее Соответственно Кроме того Что мы Заполняем Здесь Включается Блок Аналитики Который Показывает Например Загрузку Торговых Представителей Сколько Часов Сколько Сум Они Принесли Сколько Ну то есть Полностью Торговую Аналитику В разрезе Каждого Представителя Это тоже Дает Возможность Оперативно Проследить У кого Повышенная Нагрузка У кого Наоборот Пониженная И соответственно Ее скорректировать Ну собственно Говоря Сами документы Закупок Это Порядок Оформления Что мы Хотим Видеть В этом И основное Понятие Которое Присутствует В ERP Во многих Документах Это статусы То есть В этом случае Это значит Что Специалист Который Работает С этим Блоком Создал Документ Согласовал Его Например Со своим Начальником И уже Утвердил Этот документ Ну например Или финансовый Руководитель Или руководитель Подразделения Ну то есть Другой сотрудник Который Уполномочен Принимать решение По этому поводу В этом случае Очень наглядно В журнале Видно Какие Были Заявки Согласованы Какие Нет Включается Также Возможность Работы С неотфактурованными Поставками И Еще много Всего Интересного К сожалению Нам уже Некогда Про это Говорить Итак После того Как мы Создали Первоначальные Настройки Мы с вами Переходим В раздел Уже Тематический То есть Продажа Хочу обратить Ваше внимание На структуру Раздела То есть Здесь у нас Точно так же Присутствует Раздел НСИ Продаж То есть Нормативно Справочная Информация Вроде бы То же самое Что мы Заполняли И в разделе НСИ И администрирование Здесь Если можно Так выразиться Уже более Тонкая Настройка То есть Во-первых Вводится По клиентам Уже конкретные Данные Более Конкретно Работа С договорами И с Дополнительными Соглашениями К договорам Дальше Идут Оптовые Продажи Розничные Продажи И Взаиморасчеты То есть Видите Сейчас Сверки Взаиморасчетов Вынесены Не в отдельный Блок Как раньше Например В бухгалтерии Отчеты А вынесены В раздел Того С кем Мы хотим Сверяться Точно так же В меню Закупки Такая же Компоновка Данных И уже Более тонкие Настройки Которые Мы сделаем Обратите Внимание Что некоторые Пункты Выделены Жирным Шрифтом Еще возникает Подчеркивание Когда мы Курсор Подводим К этому Пункту Это Так сказать Основные Журналы По данному Разделу То есть Например Оптовые продажи Заказы Клиентов Это Журнал В котором Все Заказы Сохраняются И Соответственно Могут Быть Использованы Еще Хочу Обратить Внимание В ERP Есть функция Выделения Нескольких Объектов То есть Как в Excel Ну например Я хочу Какие-то действия Произвести С несколькими Заказами В этом случае Мы делаем Как в Excel Нажимаем Control Или В зависимости От того Что хотим Выделить И уже Работаем С этим Выделенным Блоком Так можно Копировать Документы И Ну Делать Все Что вам Требуется Кроме Этого Цветовое Решение Достаточно Более Богатое Чем Например В той же ОПП Или в Комплексной Еще В принципе Немножко Усовершенствована Верхняя Линейка То есть Заголовки Столбцов Если мы Нажимаем На какой-то Столбик То срабатывает Сортировка По убыванию По возрастанию Ну и Соответственно Мы можем Это делать Со всеми Заголовками Единственное Что Есть заголовки Которые Не Не Фильтруются То есть Ну например Операция Реализация Мы можем Отфильтровать По реализации Но это Как бы Ну скажем так Достаточно Неактуальная Скажем так Фильтра Потому что Если мы У вас Мы находимся В заказах Клиентов То соответственно Предполагаем Что им будет Товар Реализован Здесь Мы можем Видеть Еще один Выделенный Пункт Документ Продажи Все Это аналог Того Что раньше Было Общим Журналом Но уже Именно Сортировка По теме То есть По продажам В нашем случае По оптовым Продажам По розничным Продажам Такая же История Только вот Еще у нас Есть рабочее место Кассира РМК То есть То что мы С вами Видели Через раздел НСИ Администрирование Здесь Уже В этом Меню Рабочее место Кассира Это Журнал Так же Как вот Допустим Оптовые Продажи Все У нас В этом Случае Все документы Которые Касаются Продажи И заказы И самореализация И счета Фактуры Ну то есть Все документы Которые Были Созданы И Статус Если мы Войдем Например В документ Реализации Вот сейчас Я открываю Непроведенный Документ И соответственно Сейчас мы Посмотрим Что можно Сделать Со статусом Документа То есть Статус У нас Обычно Табличная Часть Заполнена Номенклатурой Если Необходим Учет По сериям По сертификатам По партиям То соответственно Здесь эта информация Будет отражаться И Ручную скидку Так же Как в управлении Торговлей То есть Принцип работы Со скидками Такой же Как в управлении Торговлей Практически Весь блок Управления Торговлей Здесь Сохранен Функционал Полностью Так же Как и Зарплата И Финансовая Отчетность Создаем Новый документ Соответственно Немножко Непривычные Выпадающие Меню И здесь Мы выбираем Уже Вид Вид Торговли То есть Комиссия Реализация Точнее Реализация Товаров Пути Это 45 счет И Обычная Реализация Если требуется Реализация Только в Регламентированном Учете То здесь Для этого Отдельный Пункт Выделен Реализация Услуг И прочих Активов Также Имеет Возможность Дать вам Выбор И счет Фактура То есть Товары В пути То бишь 45 счет Обычная Реализация И то же самое Только Регламентированный Учет Ну мы Выберем С вами Обычную Перейдем Перейдем Заказы И уже Чтобы Для чистоты Эксперимента Сделаем Конкретно Заказ Клиентов По Оптовой Продаже При создании Документа Открывается Меню У меня Структура Здесь Вот в этом Окошечке Показываются Последние Из выбранных Из выбранных Позиций Если я хочу Выбрать Какой-то Другой Показатель То выбрать Все И здесь У меня Есть возможность Выбирать Нужную Компанию И про нее Высвечивается Сразу Информация Ну то есть То что про нее Введено В систему Есть возможность Использовать Группировку По бизнес Регионам И Чем полнее Заполнены Вот эти данные Тем больше Аналитики Мы сможем Получить По Разделу Чем меньше Тем Естественно Как только Мы не заполнили Что-то В карточке Это значит У нас Не активировался Какой-то Блок Аналитики Ну выберем Например Вот Альфу И соответственно Сразу Ссылка Что у нас С ним Договор Типовое Соглашение Или Что-то Иное Ну вот Выберем Стройснап Вот это Комментарий Который Виден Только В журнале Не попадает Ни в какие Печатные Формы То есть Это просто Информация Для себя И для Коллег Список Табличная Часть Можно Добавить Вручную То есть Ручной Выбор Можно Если есть Коммерческие Какие-то Документы То есть Переписка Заказ в Excel Можно Это Использовать По кнопочке Заполнить Мы можем Либо Вот так Вручную Сделать Либо Подбор Товаров Сделать То есть Подбор Товаров В этом Случае У нас Открывается Всплывающее Меню Мы можем Выбрать Отсюда Какие-то Опять же Можно Выбрать Писком Перенести В документ Ну Можно Выбрать В стройтоварах Модно Торговать Куртками Меховыми Ну Соответственно Мы выбираем То что Требуется Для этого Заказа И После этого У нас Появляется Табличная Часть Которой Можно И по сериям Вести Учет И например По сертификатам Если мы Выбрали Меховое Изделие То в этом Случае Нужно Оформить Мещи Умарок Через Честный Знак Или если Это какие-то Другие Товары Соответственно Через Других Операторов Загрузить Из внешнего Файла О чем я уже Говорила И Дальше Можно Использовать Обеспечение То есть Обеспечение Это значит Что этот Товар Будет Зарезервирован И Будет Для Конкретного Например Заказов Производства То есть Снять Резерв По назначению Мы тоже Здесь же Можем То есть Зарезервировать Создать Резерв И Снять То есть Ничего сложного Никто Туда Не надо Бечь Не вспоминать Потайные места Где может быть Функция Снять Резерв И Зарезервировать То же самое Мы можем Установить Для этого Заказа Какие-то Конкретные Условия То есть Цены Скидки И так далее И просмотреть Информацию Что у нас Было С этим Контрагентом В предыдущих В прошлой жизни А вот Теперь мы Переходим С вами К Закладочке Доставка Закладочка Доставка Есть и В заказе И в документах Продажи И еще В некоторых Документах Отчетах Но мы к ней Вернемся Немножко позже Когда будем Рассматривать Склад и Доставка Потому что Там тоже Нужны Настройки Определенные После Создания Заказа Клиенту То есть Здесь нет Ничего Такого Особо Сложного Это Практически Немножко Другая Группировка Тех же Функций Которые Были В других Конфигурациях На Закладочке Дополнитель Хочу Обратить Ваше Что Обязательно Должна Быть Заполнена Группа Финучета То есть Это Практически Счета Учета Номенклатуры Контрагентов Заполняется Если Все Справочники Заполнены Так Как Положено То Сюда Группа Финучета Подтянется Из Карточки Контрагента Если Не заполнено То Соответственно Нам Нужно Это Сделать Ручками К Каждому Пункту Из этого Меню Привязаны Свои Проводки Можно Их Заводить Отдельно Как До Начала Использования Программы Можно Заполнять Отсюда Как я И говорила Если Если Выбрал Например Группу Финучета То У меня Здесь Будет Стоять На Каком Счете Указывается Долг Аванс Тара Ну То 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 Заводил И Грузополучатель Например Не Совпадает Не Не Совпадает С Контрагентом Как Какой-то Другой Так Это Мы С вами Сейчас Посмотрели Как Заполнять Заказ Клиента Соответственно После Того Как Он Заполнен По Кнопочке Вот Эта Пиктограммка Это Заполнено Создать На основании Если мы Не знаем Что такое Пиктограммка Обозначает То Устанавливаем Курсор И у нас Всплывает Подсказка То есть Создать На основании Заказа Мы можем Достаточно Много Других Документов Акты Выполненных Работ Акт На передачу Прав Доверенность Соответственно На водителя Или на Получателя Груза Заказ На перемещение Заказ На производство То есть Из Этого Журнала Можно Можно Вести И Другие Документы Минуя Так сказать Некоторые Шаги Еще Один Момент Это Печатные Формы То есть Печатных Форм Практически У каждого Документа Достаточно Много То есть Например В предыдущих Версиях Комплексные ОПП Это были Как отдельные Документы Здесь Это Реализовано Как Разные Печатные Формы То есть Мы можем Из этого Заказа Сделать И счет На оплату И счет На оплату Софтфоксимили Чтобы можно было Отправить Например По электронной Почте Ну то есть Достаточно Много Документов Дальше У нас есть Еще такая Пиктограммка Это Организационная То есть Можно Включить Напоминания Чтобы Например Какие-то Действия Делать Например Статус Поменять В конкретную Дату Или при Каких-то Условиях Отправить Письмо По электронной Почте Сразу Из Программы Ну то есть Организационные Моменты И Отчеты То есть Первый отчет Это состояние Выполнения То есть Статус Который Можно поменять Ответственным Людям Можно Следить Соответственно Отчеты Которые Не только Показывают Состояние Этого Документа Но и Уже Дают Возможность Проанализировать Взаиморасчеты И так далее И вот Еще один Момент Сюда же Вынесены Отчеты Движения Документов Которые Сейчас я К сожалению Не запишу Потому что Я на Обом Выбрала И Структуру Подчиненности Здесь же Мы можем Посмотреть Нет у нас Движения Поскольку Нечего Было Смотреть Еще хочу Обратить Ваше Внимание Что в заказе Указывается Дата Согласования То есть Не просто Меняется Статус Но и указывается Дата Когда он Был Выполнен Когда он Был Одобрен И Вот здесь Мы заполняем Уже Данные Которые Идут Из нашей Программы То есть Номер Дата Соответственно Направление Деятельности Мы Используем Уже Имеющиеся Заказы Потому что Создавать новые К сожалению Будет Достаточно Долго Значит Естественно По Отчету Можно Просмотреть Например Связанные Документы Что было С этим Заказом Какие Еще были Документы Созданные И Какие Видите Получается Вот такая Вот картинка То есть Что было По нему Создано Вот Оплата Кассовая Книга Оплата Безналичная И так Далее После этого После создания Заказа Мы Мы Можем Ввести Ну Я Сделаю Не Заказ Просто Перейду В другие Документы То есть Например Документ Реализации Практически Если мы Сделали Заказ То Все Табличные Части Шапка Документа Ну То есть Вся информация Перетащится Из Заказа Заполнять Здесь Ничего Не Надо Значит Еще Есть Возможность Заполнить Также Из Внешнего Файла И По Нескольким Заказам Подобрать То есть Не обязательно По Одному Заказу Если Например Было Несколько Небольших То Можно На Основании Нескольких Заказов Сделать Один Документ Реализации Еще Хочу Обратить Ваше Внимание Протокол Обмена То есть Соответственно Это Обмен В случае Если Необходимы Марки И Что-то Еще То есть Обмен Например С честным Знаком Что мы Передали Заявку На Эмиссию Марок Что она Получена И так Далее И Точно Так же У нас Есть Возможность Создать На Основании И Несколько Печатных Форм Видите Совсем Несколько То есть Комплект Документов Это Например Документы Которые Требуются Для Транспортных Организаций Уже Которые Которым Требуется И Товаротранспортный Раздел И указания Веса И так Далее Хочу Еще Обратить Ваше Внимание Вот на Какой Момент На Закладочке Дополнительно У нас Точно Так же Видите Направление Деятельности И Указывается Экспедитор А вот В этом Случае Если мы Берем Указываем Экспедитор То То у нас Доступен Становится Документ Поручения Экспедитору Значит В этом Случае У нас Создаются Документы Для Экспедитора Например Маршрут Объезда Ну как бы Порядок Загрузки Или Ну то есть Какая-то информация Которая требуется Экспедитору Для успешного Сопровождения Груза Например Тару вернуть Или Там Документы Забрать Ну то есть Какие-то Дополнительные Возможности Значит Собственно Кроме Того Что Мы Можем Вести Работу Только С заказом И с реализацией Мы можем На основании Заказа Делать Заказа Клиента Делать заказ Поставщикам Заказ Поставщикам У нас тоже Так же Видите Сгруппирован Как и Закупки То есть Мы выбираем Либо Заказ Который Самостоятельно Отдельно В журнале Смотрим Либо Выбираем Уже Общий Журнал Документов Где точно Так же Как и В продажах Отражаются Все документы Которые Касаются Именно Приобретения Товаров И услуг Точно Так же Здесь Можно Установить Статус То есть Алгоритм Работы С этим Блоком Абсолютно Такой же Как с Продажами Точно Так же Есть Общий Журнал Документов Журнал Тока Заказов Заказы Мы уже С вами Смотрели Какая Информация Там Отображается И Отчетность Которая Здесь Есть Вот На Отчетности Хочу Остановиться Немножечко Более Подробно То есть У нас И в Продажах И в Закупках Отчеты Вынесены Вот Такой Отдельный Блок Соответственно Отчеты По Закупкам В этом Разделе Собраны Все Отчеты Которые У нас Существовали В Например В УТшке В Торговле Это Те Которые Были Изначально То есть Традиционные Это Немножечко Уже Более Специализированные По Взаиморасчетам И задолженностям По Срокам Задолженности Опять же Здесь Присутствует Сверх Расчетов Я уже Вам Говорила Что В каждом Разделе Есть Такие Отчеты И Кроме Этого То есть Кроме Того Что Мы Посмотрели Эти Отчеты Здесь Есть Еще Раздел Вот Сервис То есть Если В программе Есть Дополнительные Обработки То Здесь Они Собраны Точно Так же В Тематических Так сказать Разделах То есть Не Так Как Было Например В Бухгалтерии Или В УПП Что Все Дополнительные Обработки Собраны В меню Сервис И Вызываются Уже Оттуда И Потом Пользователь Должен Напрячь Память Чтобы Вспомнить Для чего Какая-то Обработка Здесь Они Расположены Уже Структурированы И Соответственно Уже Не нужно Ломать Голову А что же Это Такое Было То есть Здесь Уже Понятно Что Это Касается Именно Данного Раздела Дополнительные Документы Которые Опять же Касаются Этого Раздела И Дублируются Потому что Некоторые Ну то есть Например Доверенности Есть И в этом Разделе И в этом Разделе Поскольку Используется В бизнес Процессах Значит Немножечко По Закупкам Так же Как В УТ И в Бухгалтерии Предыдущих Версий Используется Возможность Работать С импортом То есть С ГТД К поступлению Импортных Товаров Здесь Они Выведены В отдельный Блок Но Так же Можно Вывести ГТД На основании Документа Поступления Принцип Работы Абсолютно Тот же Который Был Например В торговле То есть Если Мы делаем На основании Документа Поступления То у нас Сохраняется Переносится Табличная Часть Полностью В ссылке Видно По какому Документу Это делается И Собственно Говоря Задается Уже На основании Этого Документа Если Мы идем Из Самого Документа Там Можно Деклараться Например На импорт Также Отсюда Можно Вывести И документы Которых Не было В предыдущих Версиях То есть Упаковочный Лист Сразу Можно Списание На доходы Собственно Эти суммы Распределяются На табличную Часть И Создается Создание Создание Взаиморасчетов С таможенными Органами Для того Чтобы Списывались Авансы Которые Выплачены Например ФТТ Теперь Собственно Собственно Говоря Что нам Здесь Важно Также Выделены Жирным Шрифтом Общий Журнал Документов Доставка И управление Доставкой И Работа Со спецодеждой То есть Документы ТМЦ Которые Передают Одежду Пользователям И В случае Списания Погашения Стоимости ТМЦ В эксплуатации А вот Теперь У нас С вами Очень Интересный Будет Момент Которого Не было В других Конфигурациях То есть Привычная Нам Инвентаризация Здесь Отсутствует Значит У нас Есть Пересчет Товаров Что Фактически Просто Названо По-другому На самом деле Это Точно Такая Инвентаризационная Ведомость Которая Заполняется Абсолютно По тем же Правилам Что И В других Конфигурациях Значит Единственная Разница Это то Что у нее Печатных Форм Чуть-чуть Побольше То есть Мы можем Ввести Традиционную Инвентаризационную Описи Сличительную Ведомость Результаты И Приказы Которые Оформляют Инвентаризацию То есть Приказ О Начале Инвентаризации Если ведется Адресное Хранение На складе То Возможно Задать По конкретным Ячейкам То есть Не по всему Складу А указать Что например Ячейки с гвоздиками Шурупчиками Мы с вами Сегодня Считаем А другой Не трогаем И Если мы Ставим Здесь флажок То у нас Соответственно Здесь появляется Два столбика По Учету И по Факту Если снимем Этот флажок То есть У нас Останется Только Один Столбик Отклонения Будут Сразу Здесь Видны Отчеты Можно Сделать Товары В процессе Отгрузки То есть Те Которые Без Перехода Права Собственности То есть Таких Вариантов Отчетов В других Конфигурациях Раньше Не было Нет Мы не Сохраняем Изменения Значит Что нам Здесь еще Важно В разделе Склада Доставка Это Управление Доставкой Это Новый Блок То есть Используется Он В случае Если У предприятия Имеются Свои Транспортные Средства Например Для Развоза Покупателем Для Получения Грузов Например Железнодорожной Станции Или еще Откуда-то То есть Соответственно В этом Случае Мы можем Делать Задания На перевозку Если Например У нас Наемный Транспорт То есть Нам Кто-то Оказывает Транспортные Услуги И Или Если Свой Автотранспорт То мы Должны Заполнить Сначала Типы Транспортных Средств А потом Заполнить Данные По транспортному Средству То есть Сюда Выводится Сейчас Немножечко По-другому Сюда Зайдем Значит Сюда Выводится Параметр Транспортного Средства Грузоподъемность Кубатура Ну Соответственно Номер Видите Основные данные Грузоподъемность Кубатура И так далее Тип Автомобиля То есть Если мы Работаем С доставкой То мы Должны Здесь Заполнить Два Справочника Один Это Типы Транспортных Средств То есть Вагон Цистерна Самолет Пароход И данные Про само Транспортное Средство И после этого У нас Формируется Документ Задания На перевозку Где Соответственно Мы можем Кроме того Что Транспорт Транспортное Средство Например Вот это Выберем Ну Естественно С какого Склада Мы это Выбираем Кто Водитель То есть Будут Распечатаны Могут Быть Распечатаны Доверенности На водителя На экспедитора То есть Соответственно Та же История Выберем Другого Экспедитора Начало Рейса По плану И по факту И окончание Рейса Плановое Или фактическое То есть Заполнение Этих данных Дает возможность Потом получать Анализы По использованию По загруженности По нарушению Графиков Развозов Ну То есть Достаточно Много Информации Анализировать И задается Маршрут То есть Это Для Путевого Листа Для маршрутной Карты Теперь У нас Печатные Формы Можно Ввести Маршрутный Лист Сейчас Мы это Дело Посмотрим Если Заполнены Данные То он Да То есть Маршрутный Лист Который Содержит Вот такую Информацию Имеет Штрих-код И можно Работать Не только Так сказать В печатной Форме Можно Выбрать Другие Печатные Формы Их Здесь Достаточно Много То есть Это Возможность Печатать Сертификаты По каждой Позиции Если Например Это Торговые Организации Которые Обязаны Это С вас Потребовать Реестром Сертификаты То есть Можно Отдельные Сертификаты Распечатать Можно Реестром Распечатать И Товаротранспортная Накладная К сожалению Мне сейчас Не даст Эту Печатную Форму Посмотреть И Этикетки Если Требуется То есть Этикетки Доставки На Компортную Например На какую Коробку Куда Ее Доставить Этикетка На какой Магазин На какой Склад И так далее Значит Это Раздел Которого Не было В других Конфигурациях Работа С ордерным Складом Это опять же Настройки Приемка Отгрузка Складские Ордера Это Стандартные Штатные Документы Они были И в торговле И в комплексной И в других Конфигурациях Опять же Здесь Меню Сервис Вынесены Дополнительные Обработки Если они Существуют У вас К этому Блоку И генерация Топология Склада Сейчас Подробно Мы на ней Останавливаться Не будем Значит После того Как мы Сделали Заказ От покупателя На его Основании Создали Заказ Поставщику И В этом Случае У нас Товар Под этот Заказ Зарезервировался Производство Мы трогать Сегодня Не будем Но на Основании Опять же Заказа От Клиента От покупателя Мы можем Сделать Заявку На Производство То есть В этом Случае Запустится Ветка Обеспечения Производства И Можно Будет Еще Отслеживать И Так Сказать Своевременность Поставки И 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 К сожалению Более Подробно Мы Здесь Не Можем Останавливаться На Чем Мне Еще Хотелось Акцентировать Ваше Внимание Значит Работа С Заявками Кроме Того Что Это Заявки Поставщикам Покупателям И На Транспортной Организации Еще Очень Широко Используется В разделе Казначейства То есть Здесь У нас Создаются Заявки На Расходов Денежных Средств И Платеж На Календаре Платеж На Календаре Это В общем-то Основа Для Планирования Поступления Денежных Средств Производства И Так Далее Значит После Того Как Мы С С С С С Делали Документы Которые Касаются На Основании Продажи Которые Касаются Закупок То есть Обеспечения Мы Уже Можем Я Сейчас Специально Вернусь Значит Мы Можем На Основании Вот Эта Наша Пиктограммка Создать Ну Например Документы Реализации Обратите Внимание Что Из Заказа Клиента Мы Можем Создать И Заказ На Производство На Сборку И Заказ Поставщикам И Поручение Экспедиторам И Работать С претензиями То есть Если Мы Получили Какую-то Претензию То Здесь Мы С ней Можем Тоже Работать И Экваринг Можно Здесь Внести У нас На данном Этапе Интересует Документ Реализация Реализация Товаров И услуг То есть Можно Минуя Все Этапы Которые Мы С вами Смотрели Не Делая Заказов На Поставку Поставщику Из Заказа Сформировать Документ Реализации Шапка И Вот эта Информация Стандартно Подтягиваются Из Самого Заказа Табличная Часть Тоже Самое К сожалению Здесь Я выбыла Неудачный Пример И Там Нет Табличной Части И Закладочка Дополнительная Где мы Уже Говорили Проверяем Это Все У нас Отражается В Печатной Форме Там Где Грузовой Раздел Печатных Форм Здесь Тоже Достаточно Много Расходная Накладная Это Сокращенная Торг 12 Если С услугами Например Погрузоразгрузочная Работа Доставка И так Далее То есть Услуги Которые Оказывает Само Предприятие Мы Выбираем Вот Это И В этом Случае У нас В Табличной Части Должна Быть Указана Та услуга Которую Мы Хотим Видеть В Печатной Форме Соответственно Счета Фактуры Если Это Импортный Товар То Здесь Можно Выбрать Чтобы Еще Печатались Номера ГТД В частности Это Нужно И в Счет Фактуры Ну И если Требование Чтобы Это Фторг 12 То Тоже Нужно Выбрать Вот Такую Печатанную Форму Может Быть Перемещение М15 Форма Или УПД То есть Универсальный Передаточный Документ Который Объединяет Собесчет Фактуру И Накладную То есть Видите Перечень Документов Здесь Достаточно Обширный И Естественно Есть Еще Вот Такие Отчетики По Организации То есть Напоминать Напоминалки СМС И так далее Можно Из 1С Прямо Отсюда Ну Например Возьмем Заказы Клиентов Прямо Отсюда Отправлять Документы По Электронной Почте Для того Чтобы это Делать Нужно Первоначально Задать Задать Соответственно Соответственно Адреса Своих Сотрудников Контрагентов То есть Когда мы Заполняем Карточку Контрагенты Важно Указывать И его Телефон И Электронный Адрес Тогда можно Использовать Встроенные Сервисы И обмениваться Информацией Напрямую Кроме того Когда вы В ERP Заполняете Данные По Контрагенту Указываете Его телефон Или электронную Почту Ну и естественно Можно и то и то В этом случае Программа Анализирует Эти данные И сразу Вам выдаст Предупреждение Что извините Вот этот телефонный номер Зарегистрирован Еще за этим И за этим И за этим Предприятием А в случае Если Это холдинг То понятно Что Могут быть Единые Номера У холдинга А в случае Если это Какое-то Небольшое Предприятие То естественно Когда указан На один и тот же Телефон Возникает Сразу Подозрение Что Либо это Не совсем Добрососный Партнер Либо Какие-то данные Недостоверные Забиты Просто для галочки Чтобы Программа Дала возможность Работать с этим Контрагентом Дальше Теперь Немножечко Мы Посмотрим Отчеты Которые Касаются Допустим Вот Отчет По закупкам Возьмем Совершенно Любой Здесь Это Не принципиально Какой из них Так же Как и во всех Конфигурациях 1С Все Отчеты Это Лего Конструктор Лего То есть Во-первых Мы можем Использовать Установки Не по умолчанию Мы можем Добавить Или убрать Какую-то Аналитику Вот Ну то есть Допустим Что Мне нужна Не только Стоимость Поступления Но и Себестоимость И там Еще чего И я хочу Еще чего Нибудь Сюда Добавить Ну то есть Соответственно Я могу Скомпоновать То что Мне требуется Внести Изменения В структуру Тоже сюда Добавить Ну что-то Еще Какую-то Другую Информацию И Не будем Менять Вот Сформировать Отчет После того Как отчет Сформирован Вот эта Пиктограммка Видите Что я вам Показывала Это Отправить Отчет По электронной Почте То есть После того Как мы Сформируется Этот отчет Не надо Делать Никаких Лишних Телодвижений Можно Просто Прямо Отсюда Отправить Вот эту Форму Которая У нас Получится Ну соответственно Тому контрагенту Который Это Для которого Это предназначено Либо создать Рассылку Отчетов Если Есть Несколько Например Руководителей Которым Это важно И так далее Просто Сохранить Результаты В отдельный Файл Ну чаще всего Естественно Используются Экселевские Файлы Но это Не обязательно То есть Мы создали Какие-то Новые Настройки И Теперь Значит Выбранный Вариант Отчета То что мы Настроили Можно Сохранить И не только Сохранить То есть Его можно Сохранить Во внешний Файл Если просто Сохранить То настройка У нас будет Внутри Конфигурации Если Сохранить Файл То это Будет Вынесено За пределы Конфигурации Во внешний Файл Но кроме Того что мы Его там Сохранили Мы можем Его оттуда И подтянуть Сюда Обратно То есть Таким образом Мы Этот свой Конструктор Можем Спокойно Хранить У себя И в случае Необходимости Например Когда наступают Какие-то Отчеты Ну и периоды Использовать Эти Настройки Подтянув В программу Чтобы Не тратить Время На рутинную Вот такую Работу Еще В Настройках То есть Видите Извините Не сказала Сразу Можно Поделиться Настройками То есть Передать Эти Настройки Например Каким-то Своим Коллегам Которые Занимаются Этим Этим Же Разделом Аналогичными Отчетами Чтобы они Это могли Использовать Себе Для Работы Значит Хочу Остановить Еще Ваше Внимание На кнопочке Еще Сюда Собраны Основные Если можно Так сказать Организационные Аспекты Которые Раньше Были В виде Отдельных Пиктограмм Присутствовали На Линейке Пиктограмм Сейчас Они Открываются По кнопочке Еще И По кнопочке Еще Хочу Обратить Ваше Внимание Что В случае Если мы Работаем Со Справочниками Ну Например Справочники Номенклатуры Сейчас Мы Откроем Чтобы Было Можно Какую-то Номенклатуру Взять И показать Что Такое Кнопочка Волшебная Еще То есть Вот у меня Здесь Есть услуга Например И есть Две кнопочки Еще Здесь И еще Здесь Сейчас Мы сначала Сходим В карточку Номенклатуры И Посмотрим То есть Если мы Записали Уже Какую-то Карточку Например Была Необходимость В пожарном Пожарном Порядке Создать Карточку То Потом Надо Заполнить Сведения Которые Мы не успели Первоначально Вот Например У меня Карточка Уже Создана Для того Чтобы Посмотреть Все Вот эти Настройки Я выбираю Показать Еще Показать Все И Вот Вся Информация Которая У меня Здесь Есть Я хочу Что-то Добавить Но Что-то Добавить Я Просто Так Не смогу Для того Чтобы Внести Сюда Какие-то Изменения Мне Надо По Кнопочке Еще Выбрать Разрешение На Редактирование Реквизитов То есть После того Как я Выбираю Все Реквизиты Или Только Какие-то Разрешить Редактирование После Этого Я Уже Могу Вносить Информацию Ну То есть Где-то Что-то Что я Недозаполнила Хочу Обратить Ваше Внимание Сразу Именно На Карточки Номенклатуры Ну И Соответственно Карточки Контрагентов Тоже Это Обязательно Должны Быть Заполнены Группы Аналитического Учета И Группы Финансового Учета То есть Это То Что Было В Других Конфигурациях И В Предыдущих Версиях Как Счета Учета Номенклатуры И Счета Учета Расчета С контрагентами Значит Если У нас Не будет Группа Финансового Учета Заполнена То Формирования Проводок У нас Не будет То есть Нужно Будет Каждый Раз Формировать Проводки По Документу В ручном Формате Если Мы Здесь Заполняем Все То Соответственно Уже Будет Подтягиваться И Не будет Никаких Сложностей Еще Хочу Показать Что Когда Мы Говорили Про Работу С Торговыми Представителями И Коммерческими Предложениями То Вот Здесь Можно Тоже В Карточке Номенклатуры Например Задавать Отдельные Параметры По Этим По Этим Данам Ну Что Уважаемые Гости Наша С вами Встреча Наш Сегодняшний Вебинар Подходит К концу Что-то Мы не успели Что-то Прошли Слишком Быстро На самом Деле Это Великолепная Программа Которая Очень Сильно Облегчает Жизнь Не только Бухгалтерам Но и Всем Другим Специалистам Но К сожалению Очень Требовательно К Первоначальным Настройкам И К Построению Если можно Так сказать Архитектуры Ваших Бизнес Процессов Мы Очень Надеемся Что Наш Вебинар Оказался Вам Полезен Ждем Ваши Вопросы И С удовольствием Окажем Вам Услуги И по Внедрению И по Настройкам И Если Вам потребуется Еще какая-то Помощь Будем Рады Ее Оказать Всего доброго Спасибо за внимание Продолжение следует... Продолжение следует...